привет всем хочу поговорить еще об одной интересной вещи толкнул у меня натолкнул меня на идею поговорить об этом интернет общение потому что за последнее время у меня случился один странный разговор с человеком который вроде как живет в японии вроде как является даже японистом по-моему заканчивал исторический что ли по классу до японии и тем не менее высказал довольно странную странный тезис который однозначно был ложным и разбирательство о том что человек хотел сказать этим тезисом откуда он взял так далее в итоге никуда не привело не хочу палить имена не хочу палить явки пароли поэтому давайте без без имен и без конкретики факт в том что это достаточно частая проблема к сожалению иногда люди которые по идее должны разбираться в вопросе являются источниками дезы и происходит это даже в общем то не по их вине часто ну в данном случае наверное все таки было то что не стоило делать или говорить но я иногда замечаю что я тоже становлюсь источником дезы люди подхватывают какое-то моё высказание начинают потом им козырять в дискуссиях другими людьми давайте объясню почему так происходит вот прямо сейчас я могу стать для вас источником дезинформации давайте я дам вам высказывание а вы попробуйте его проверить вот вам высказывание японцы очень много денег тратят на уход за волосами вот теперь вы можете поставить на паузу и попробовать это подтвердить или опровергнуть и в комментариях написать мне допустим получилось ли или не получилось и что вы по этому поводу нашли ну я даю ему время допустим сколько хотите столько используйте когда справитесь смотрите дальше а теперь давайте я расскажу вам почему на мой взгляд у вас ничего не получится вы не сможете это утверждение не подтвердить не опровергнуть потому что я не дала вам вообще никакой информации да представьте себе я высказал оценочное суждение и все я не сказала вам сколько конкретно японцы предположительно тратят на средства за зуб для ухода за волосами я не дала вам понять что такое это очень много с какой точки зрения это очень много с моей точки зрения или вообще в среднем по больнице откуда я могу взять эти цифры да откуда я знаю на самом деле проблема заключается в первую очередь в том что это самое очень много очень мало и так далее зависит от того кто судит вот так просто вы же понимаете что с точки зрения человека который скажем всегда покупает самый дешевый шампунь и больше ничего и человека который ну которого достаточно заметный процент семейного бюджета уходит на средства для ухода за собой это самое очень много будет совсем разным но вы же не знаете какое-то у меня правильно так что можете ли вы вообще сказать как оно для вас исключительно с моих слов я сомневаюсь скорее всего не можете дальше вы не знаете откуда я вообще это взяла я вам это не сказала я проводила какое-то исследование я читаю регулярно японские бьюти журналы я может быть я просто зашла в гостях у своих японских друзей в ванную посмотрела сколько у них там всяких шампуней масок для волос там бальзамов так далее сказал ого-го и все с тех пор я стала считать что японцы очень много денег тратит на связь для ухода за волосами то есть я вам ничего вообще не дала вы не можете утверждение правее и давали вам хоть какую-то информацию давайте подумаем да наверное да ладно я дала вам информацию о себе вы благодаря этой моей фразе наверное поняли что во первых для меня существует некая граница но тех средств которые на мой взгляд можно тратить на средства для ухода за волосами а вот выше этой границы на мой взгляд тратить уже странно и я бы лично обращаю на это внимание если бы для меня это не было важно я бы этого не сказал ну вот такая вещь или наоборот может быть то есть в зависимости от того с какой интонации это сказал он может быть так ну японцы ну очень много денег тратит на средства для ухода за волосами прям уже сколько много ну как так можно то я это осуждаю а может быть я сказала это вот так японцы вообще очень много денег тратит на средства ухода за волосами поэтому я имею право тратить столько сколько я хочу потому что я хочу быть как японцы ну примерно так то есть от того как именно я это сказала вы наверное поймете что я об этом думаю не сможете сделать вывод обо мне но не о японии тем не менее я практически уверена что если вы скажу что-нибудь подобное в компании людей которые не очень хорошо знакомы с японии не очень хорошо не разбираются то кто-нибудь непременно это подхватит и использует в качестве своего ну скажем добавит в копилочку да в копилочку сведения японии и будет скорее всего высказывать уже со своей точки зрения то есть отнесет это со своей точки зрения будут считать что японцы там года тратится тратится ох ох как тратится примерно так и вот это уже проблема даже не столько моя или других других японистов людей живущих японии так далее столько тех кто слушает потому что я имею право высказываться за пределами своей компетенции настолько же насколько имеете право вы я имею право сейчас комментировать американские выборы хотя и не очень хорошо наверно в этом разбираюсь в дружеской компании и в плане японии я тоже имею право сказано что-нибудь в чем я не эксперт а я не могу быть экспертом буквально во всем даже если я расширяю свои границы границы своих знаний допустим стараюсь читать не только про религиоведение непосредственно но историю а как я могу не читать тогда я не буду достаточно хорошим специалистом я могу читать про литературу я могу читать там еще там социологию да конечно же социологии на графе там и так далее но может быть я залезаю там в политику в экономику не знаю юриспруденцию да вполне возможно но всегда будет какие-то темы которые я просто не смогу охватить я не буду в них настолько хорошо разбираться даже если я их просмотрю я посмотрю их по верхам если не входит сфера моих интересов и и что в итоге получается но высказываться я них могу по каким-то причинам я могу рассказывать байки в которых будут фигурировать ну вещи в которых и не очень выбирать я могу пожаловаться на то что со мной что-то там случилось по жизни и понятное дело я не буду очень хорошо разбираться в том что конкретно случилось я считаю что с моей точки то что я должна делать как человек который разбирается так далее если мне укажут на ошибку то по идее я должна попытаться хотя бы разобраться я должна хотя бы посмотреть а действительно ли так можете что-то перепутала если ко мне обратиться человек который разбирается в этом лучше то конечно лучше будет если мы вдвоем попытаемся разобраться в том а что собственно со мной случилось но в то же самое время я считаю что у публики как это ни странно тоже есть обязанности в данном случае и эти обязанности очень просты не доверять мне слепо не доверять слепо всему что говорю я и какой-либо другой специалист особенно если он говорит это от той сфере в которой он может быть не очень хорошо разбирается я помню во время большого землетрясения в 2011 году землетрясение цунами я еще не была в японии но мне тогда поразил такой странный факт что некоторые газеты умудрились брать интервью у людей живущих в японии по поводу того что в данном случае происходит в японии и абсолютно не осознавать что люди у которых они берут интервью настолько далеки от места событий насколько только возможно это были люди живущие на киото в киото да в восоке да где-нибудь там не знаю на киосю временами но на киосю нет но я помню кого-то сакинавы опрашивали то есть что вам человек с окинавы может рассказать про то что происходит в общем-то на таховку в совсем другом да вот очень далеко от окинавы ничего он не может рассказать но к нему обратились и скорее всего он попытается что-то сказать не попытается вам сказать это основываясь на каких-то во первых на понятное дело на средствах сми и еще на том что он слышал не знаю что ему рассказали там и так далее на каких-то слухах которые уходят он будет использовать вообще все в принципе и в результате получится дезинформация ее можно избежать если просто поискать человека который живет хоть немножечко ближе но опаньки это очень часто бывает не сделано к сожалению поэтому мой принцип и я его всегда соблюдаю это доверяй но проверяй даже каком-то конкретном предмете лучше послушать двух специалистов чем одна чем одного потому что совместно они скажут чего-то больше но скажем не стоит интересоваться не стоит вернее верить целиком и полностью религиоведу который в данном случае рассуждает о японской политике да может быть он немножко знает лучше а может и нет может он не знает лучше я почему это говорю потому что я не хочу становиться источником дезинформации не для кого я хочу быть более менее ответственной но я опять же не могу всегда однозначно следить за тем что я говорю следить за своим языком и я думаю что никто не может целиком и полностью я надеюсь мне удалось донести свою мысль доверяйте но проверяйте дорогие мои спасибо за внимание увидимся пока пока